Приветствую вас. Поскольку школьный коллектив – это не вы, а именно школьный коллектив, то, соответственно, и не вам помогать ребенку в него вписываться. То есть нужно понимать, что школьный коллектив – это социализация ребенка. И не нужно в этом ему помогать. Ему необходимо самому справляться с теми трудностями, которые есть. И если он с ними сам справиться, например, не может, то это уже, конечно, вопрос, скорее, работы с психологом, с детским, но никак не с вашей помощью, потому что ваша помощь, скорее всего, и привела к тому, что сейчас ребенку, что сейчас встал запрос о том, как сделать так, чтобы ребенок, значит, влезли в школьный коллектив. Знаете, это же не просто так, да, не просто так вы написали. Не просто так у ребенка с этим есть проблемы какие-то. Ну, не просто так. На самом деле, как это видится мне, что проблемы у ребенка из-за того, что вы его, вероятно, как-то вот чрезмерно, может быть, подавляете чрезмерно, может быть, ему указываете чрезмерно, может быть, как-то ему, ну, объясняете, что делать, как и чего. Вот. И из-за этого ребенок оказался неподготовленным тому, что ему пришлось вливаться в школьный коллектив и что-то делать самостоятельно. Либо это вопрос, связанный с переездом каким-нибудь куда-нибудь. То есть, ну вот, вы переехали, например, ну, в другой город, в другую школу, и, соответственно, этот переезд для ребенка, ну, для ребенка означает сложность, проблему. То есть, ему тяжело, ему тяжело приспособиться, вот, ему тяжело приспособиться к новым реалиям. В этом случае, конечно, ему нужна поддержка, безусловно, вот. Но вопрос в том, какая именно поддержка. То есть, ему нужна поддержка, с одной стороны, в де-идеализации того, что было раньше, в де-идеализации того, что происходило в первом месте пребывания, да, и, с другой стороны, ему нужна ваша вера в то, что у него получится реализовать свои желания, свои амбиции, свои потребности на новом месте. И вот это, пожалуй, ну, такое, вы знаете, самое сложное, что может быть для ребенка, да, на новом месте, в непривычной ситуации постараться реализовать то, что, ну, просто тяжело, как бы. Ну, это вот и является основной проблемой, как правило, для ребенка, вот. И основная трудность здесь, она в том, чтобы не давить ребенка своей поддержкой, своим видением того, как должно быть. Понимаете? Вот. Это ключевой момент в данной ситуации, данной проблеме. Вот. И если, например, допустим, если я прав, и если вы действительно ребенка подавляете, да, ну, не специально, не специально, не специально, и, ну, то есть не даете ему свободы вот настолько, насколько нужно, то вам нужно напротив ему немножко обманулиться, позволить ему самому принимать какие-то решения. Это и будет лучшей, лучшей помощью в специализации. Ну, помимо, 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 помимо того, что ему нужен отец, ребенку, который поможет преодолеть трудности, которые поможет, ну, как бы, проявить жесткость там, где нужно, вот, если там мальчик. Вот. И если это девочка, то, соответственно, тут вам нужно, конечно, что-то делать, да? Вот. Но это уже более подробно выясняется процесс взаимодействия между вами и ребёнком. Профессионально за взаимодействием между вами и ребёнком. Итак, одна наша мысль, которую вам нужно вынести, это то, что свобода, больше свобода нужно ребёнку. Вот. С одной стороны. И с другой стороны то, что если вы его где-то как-то в чём-то подавляете, значит, что бы вы этого не делали, то где-то вот увидеть просто, ну, что вы вот где-то его лишаете свободой на том уровне, на каком она ему всё-таки нужна эта свобода. Вот. Вот это, в принципе, то, что вам можно ответить. Ну, помимо, помимо того, да, что нам нужна больше информация о ребёнке, о вас, о семье. Вот. Там ещё, может быть, проблемы какие-то в семье у вас именно есть. Это ж непонятно, не ясно. Вы ничего не написали, да, о себе и о ребёнке. Вот. А информация-то нужна, в общем-то. Вот. На этом всё, в принципе. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!